Белорусский Бацько отправился в турне. В субботу 9 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Африку. Самолет Усатова приземлился в аэропорту Малаба, столица экваториальной Гвинеи. Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала о его официальном визите в ряд стран африканского континента. Но какие именно страны он планирует посетить не указано. В Гвинеи путешественника встретили скромно. В сентябре президент экваториальной Гвинеи диктатор Теодор Мбасого, которому 81 год, из них 44. Он находится во главе государства, друг Лукашенко и недавно был в Минске. При официальной встрече с президентом экваториальной Гвинеи Лукашенко как только мог, хвалил достижения и жизнь в этой стране. Это действительно небольшая страна, но с огромными возможностями. Некоторые объекты, которые я увидел здесь, они просто потрясают своей красотой. И знаете, я так подумал, что и нам бы сложно было построить такое. А еще Усатый заявил, что сейчас пришло время Африки. Но страны, которые обрели политическую независимость, еще только предстоит освободиться от экономической зависимости. Но вместе с Белоруссией им удастся все пройти. И Лукашенко заверил, что на этом пути они будут надежным другом экваториальной Гвинеи и ее народа. Надо совсем немного для того, чтобы это был действительно райский уголок. Хотя, как я сказал, вы и так живете в раю. Вы поставили перед собой грандиозную задачу. Я обещаю вам, как своему другу, что эту задачу мы можем решить. Все те проблемы, которые надо решать сегодня в Гвинеи экваториальной, мы решали в Белоруссии, начиная 30 лет тому назад. Нам это все знакомо. Ну, конечно, лучше же Усатого никто и не знает, что и как нужно делать. Да, мы не гигантская страна. Но у нас достаточно тех технологий в сельском хозяйстве, промышленности и так далее, и так далее, чтобы экваториальная Гвинея, воспользовавшись ими, на ступени или даже две ступени поднялась выше. И мы готовы не просто прийти и тут урвать какой-то куш, как это делали колониалисты в прошлом, а в результате нашего сотрудничества научить этим технологиям людей в Гвинеи. Прям миротворец какой-то. Только, конечно же, со своей выгодой. Лукашенко всегда уделял внимание Африке. Тут у него достаточно рациональная позиция. Лукашенко лично продвигает очень много интересов с собственных производителей, потому что рынок сбыта белорусских товаров находится в Африке очень много. По военной тематике активно он тоже работает в том числе. Но не будем забывать, что он может быть еще отдельным агентом по линии продвижения интересов группы Вагнера и всех остальных. То есть там очень много интересов экономических в первую очередь, которые он всегда продвигал. То есть это их системная политика по работе с Африкой. То есть Лукашенко выступает в роли такого себе посыльного. Куда пошлют, туда и пойдет. Интересно, куда в следующий раз отправят? Возможно, какие-то еще дополнительные поручения могли быть от русских либо китайцев. Потому что китайцы активно тоже работают в Африке. Россияне тоже активно пытаются работать в Африке тоже по линии Вагнера и всего остального. Поэтому ничего удивительного нет. Они его принимают. Он, кстати, не такой токсичный, например, как Путин. Потому что Путина же в розыск подали по ГАГскому трибуналу, а на Лукашенко нет. Так что это мы его называем самоправоглашенным. А там, в принципе, в Африке в первую очередь вопрос экономический. Ну что же, Африка так Африка. Ведь больше с диктаторами никто дружит и не горит желанием. Субтитры создавал DimaTorzok